Также, в случае, если вы боретесь и хотите, чтобы правда была на вашей стороне, всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло – это быть холодным козлу. Таким образом, если у вас суд, и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше. Вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил, не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь. Таким образом, жизнь будет другой. Ну а вы в основном вновь начинаете мне то же самое писать и говорить о том, что в 2000-м заняли кому-то деньги, этот человек послал вас и так далее. Зачем это тянуть? Махните рукой, не об этом вообще не думайте. Деньги вернете. Дри Андреевич, сотрудники медицинского центра, в котором я работаю, спасаемся шумом от вирусов, которые вы создали. Спасибо. Сейчас в школе Кайлас акция. Многие коллеги хотели бы приобрести вашу продукцию. Но техническая поддержка занимается проволочкой. То просят переслать чекоплаты, то скриншот, то отправляют запрос для разбора к менеджеру. Даже если не получается отослать мне шум, пусть эти деньги пойдут, как пожертвование и просад на духовное имя, тоже пожертвование. Ну а дальше, как оплачу ступень, тоже ничего не получу. Как поступать, Оксана? Оксана, ну вот прямо сейчас ваше вот это письмо я отправлю в службу поддержки. Я отправлю в службу поддержки, вот сейчас, и сейчас прямо заставлю, чтобы этот чат что-то ответил. И сейчас поддержим. И нужно говорить, что это всегда проволочки. Служба поддержки работает, там работает много людей, обычно это делается быстро. Если взяли деньги в долг, еще незнакомый со школой, так теперь этого не выбраться никогда. Выбраться просто будет сложнее, чем если бы без этого. Это опять я по поводу зуба, прохожу бесплатную ступень, извините за наглость, я ни при чем. Ну так и я же ни при чем. Я не буду вам помогать. Если вы хотите себе помочь, используйте практику, представляйте улыбку, там где зубик и так далее. Используйте обезболивающий препарат. Я понимаю, что болит. Мы не можем в это поверить. Сделали, как вы сказали. Спросили на спичках, кратник ли не кровная родственница Валентина. Спички показали да. Прочли уай-очай. Она не останавливается. Как ученики третьей ступени уже чувствуем, что неприятности у нас неспроста. Посоветуйте, как ее остановить и вернуть свое. Спасибо. Читайте дальше уай-очай. Все, что ваше, все заберете. Можно играть в карты и зарабатывать при этом на жизнь. С точки зрения эзотерики это плохо или нет. Или можно это считать своим бизнесом. Я считаю, что зарабатывание на картах в дальнейшем приведет вас к плохой судьбе. Это неоднократно я видел в жизни. Это веселая жизнь, но она закончится нехорошо. В вашем конкретном случае ни в коем случае не продолжайте. Завязывайте с этим. Будете очень в жизни страдать. Жизнь пойдет...